Говорит и показывает повестка. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Количество арестов на душу мэрского населения практически сравнялось с количеством арестов на душу генеральского населения. И похоже, что мэры начинают опережать генералов, не щадят даже героев. Мэра Сочи буквально вынули из зоны боевых действий, спецоперации, привезли в Москву, арестовали. Супругу его и реальную, и фронтовую тоже оттуда же из Донбасса отправили в Москву и тоже под арест. Безжалостные люди, тоже мне время героев. Но вы посмотрите, пожалуйста, нашу карту. Сколько их, этих мэров, было отправлено под арест? 22 марта на Камчатке задержали мэра Елизова Артема Гаглашвили по подозрению в хулиганстве. Ранее РБК Приморье писал, что Гаглашвили попался на сокрытие доходов. 5 июня задержан по подозрению в получении взяток глава города Кадников Вологодской области Михаил Корзников. По данным следствия, он организовал изготовление фиктивных документов по просьбе местного предпринимателя. 3 июля Басманы районный суд Москвы отправил под арест мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова по обвинению в крупной взятке. 30 августа он заявил в суде, что хочет отправиться на СВО. Он пояснил, что у него с самого начала СВО было желание попасть туда, но из-за рабочей деятельности это ему реализовать не удавалось. Тем не менее, Басманы райсуд продлил ему арест до 1 декабря. 8 августа стало известно о задержании мэра Астрахани Олега Поломордвинова. Его и еще ряд чиновников заподозрили в оказании общего покровительства за денежное вознаграждение при выполнении муниципального заказа по осуществлению работ в сфере дорожного хозяйства. 11 августа задержали мэра города Инта Владимира Киселева. По версии следствия, в 2022 году обвиняемый поручил подготовить документацию на муниципальные контракты по ремонту дороги так, чтобы аукционы выиграла определенная организация. 2 сентября МВД Ингушетии сообщило о задержании экс-мэра Магаса Усмана Аушева. Аушева объявили в розыск еще в мае. Найти его удалось в Грозном. Он скрывался в собственной квартире в элитном жилом комплексе Грозной Сити. Местные органы возбудили против него два уголовных дела о превышении полномочий и мошенничестве. 18 сентября прямо на рабочем месте задержали мэра Артемовский Свердловской области Константина Трофимова. По версии следствия, он получал взятки от руководителей местных муниципальных унитарных предприятий. В его деле, в частности, фигурирует загородный оздоровительный комплекс «Павлик Морозов». 19 сентября был задержан мэр Абширонска в Краснодарском крае Андрей Короленко. Его подозревают во взятке в 1,2 млн рублей при ремонте моста. 2 октября стало известно о болезни мэра дагестанского из Арбаша Магомеда Исакова. Подозревают, что он мог получить взятку в размере 3,9 млн рублей от застройщика. Мэр из Арбаша также подозревается в раздаче земли за взятки. 5 ноября был арестован бывший мэр Сургута Андрей Филатов. По версии Следственного комитета Югры, Филатов через посредников брал взятки с подрядчиков за продление заключенных с ними контрактов. 13 ноября Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест Янину Копайгородскую, супругу экс-мэра Сочи. Самого Алексея Копайгородского тот же Мещанский суд арестовал 26 сентября 2024 года. С нами на связи журналист Андрей Серафимов. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вот давайте мы сначала начнем с этой прекрасной профессии мэра, специальности, должности. Почему она является такой взяткоемкой? И может ли мэр, который работает в российском городе, быть честным? Я бы здесь предложил немного иной фокус в этом смысле. Она не столько взяткоемкая, эта должность, сколько расстрельная в целом. Потому что на мэра в результате падают все камни, на мэра в результате падают все документы, на которых он ставит подписи, например, за ремонт дорог, как в половине случаев, которые были перечислены задержания мэра и так далее. Поэтому мэрская должность, это скорее должность, которая собирает всю ответственность, и поэтому в результате столько посадок. Конечно, это все сопровождается взятками, как бы нечестным каким-то там распределением контрактов, исполнением, превышением, например, какой-то стоимости от ремонта тех же дорог. И в результате мы получаем то, что в большинстве случаев и регионов садятся в результате именно мэра. Андрей, спасибо. Ну вот как раз сейчас повод рассказать поконкретнее, подетальнее о деле сочинского мэра, этого героя. Вот я все время вспоминаю время героев, целая программа, и вот этого героя вынимают с его геройских обязанностей на фронте и отправляют за решетку. Послушаем, что это за персонаж. Сейчас у нас в рамках генерального плана подбора всех земельных участков появились места, где можно строить объекты и спокойно формать, из некомфортных, из аварийных домов переселять наиболее качественные, комфортные для условий проживания людей. Алексею Капайгородскому 39 лет. Десять из них он служил в армии с 2003 по 2013 год, а в 2014 году перешел на работу в администрацию Краснодарского края. Там за три года от замначальника управления по работе с политическими партиями Капайгородский дослужился до заместителя губернатора края. В сентябре 2019 года стал мэром Сочи. «Собирайте людей, проговаривайте. Там тротуар, еще какая-то позиция. Программа верстается. И за три года мы постараемся все вопросы, которые сегодня возникают, там сделать». Он руководил городом-курортом пять лет. За это время администрация Сочи поручила снести 600 объектов самостроя, пишет издание «Октагон». 54 из них – многоэтажные жилые дома, квартиры в которых уже были проданы. Местные жители говорили, что работы по демонтажу должны были проводиться за счет будущего застройщика, но из бюджета на них все-таки выделили 95 миллионов рублей. В 2022 году в Сочи наконец-то достроили школу в микрорайоне Мамайка. Строительство обошлось городу в миллиард рублей. Контракт разделили между двумя компаниями, но владелец у них был один. Оборудование для школы поставили без конкурса и по завышенной цене. Сейчас в судах несколько уголовных дел, возбужденных по ходу строительства. В мае этого года Копайгородский ушел в отставку, а уже летом полиция задержала бывшего советника мэра Сочи Родиона Пищура. По версии следствия он возглавлял организованную преступную группировку. Злоумышленники незаконно продавали места на кладбищах в городе-курорте. Среди подозреваемых должностные лица администрации Сочи и представители местного бизнеса. Правоохранители задокументировали факт получения фигурантами взятки за участок для захоронения на кладбищах в селе Барановка Хусинского района. Супруга экс-советника мэра Екатерина Пищур зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Согласно выписке из реестра, среди дополнительных видов деятельности Пищур – организация похорон. На погостах города Сочи, как выяснилось, давно существовал негласный прайс-лист за место. Около 100 тысяч. А бесплатно нельзя было? Нет. Мы не местные. Нас родственники здесь умерли и мы хоронили сами. И это еще можно сказать даром. За предоставление некоторых площадок для захоронения местные дельцы, как установили оперативники, просили до 3 миллионов рублей. Сейчас Пищур находится в следственном изоляторе. Уйдя в отставку, уже бывший мэр Сочи Капайгородский быстро уехал на войну с Украиной в Луганскую область. Он взял с собой жену Янину, которую устроил в штаб дивизии князь Владимир. Сам Капайгородский стал замначальника штаба этой дивизии. А в конце сентября бывшего мэра Сочи задержали в Луганске и отвезли в Москву. Мещанский суд арестовал Капайгородского по делу об особо крупной растрате. Его супругу тоже вызвали в Москву свидетельницей по делу. 14 октября в квартиру Капайгородской на Цветном бульваре пришли с обыском. Оперативники нашли 47 миллионов рублей в коробках из-под обуви и цветочном горшке, а также серебряные канделябры, иконы и бюсты Николая II. По версии следствия, Капайгородский присвоил два земельных участка почти 800 квадратных метров каждый рядом со своим сочинским домом. Сначала их оформили в собственность города, потом передали в аренду учительнице и врачу под строительство жилья. Те выкупили участки по льготной цене в 47 тысяч рублей, а в ноябре 2023 года продали их юристу семьи Капайгородских Полине Чернышенко. Та продала один участок жене мэра Янине. Следствие оценило ущерб почти в 4 миллиона рублей. Адвокаты Капайгородских утверждают, что никакого нарушения закона здесь нет. Тем не менее, 13 ноября Мещанский суд отправил Янину Капайгородскую под домашний арест на два месяца. Такая достаточно удивительная история, потому что этот Капайгородский был очень успешным мэром. Вот даже обидно за него становится в 22-м году его сайт, ну его, конечно, не собственный, он у него государственный, Сочи, Рома, муниципальный сайт, публиковал рейтинг мэров всех российских городов. Эксперты давали оценку главам 88 муниципальных образований и мэр Сочи Алексей Капайгородский по итогам года, пишется на этом прекрасном сайте, вошел в тройку лидеров, занял третью строчку в национальном рейтинге. Чем же он знаменит, этот Алексей Капайгородский? Почему так высоко оценили его эксперты? По оценке аналитиков, позиции Алексея Капайгородского в национальном рейтинге продолжают укрепляться. По большинству направлений улучшились экономические показатели города-курорта Сочи. Муниципалитет успешно адаптируется к вызовам нового времени. Год отмечен рекордными показателями для местного бюджета. Он превысил олимпийские показатели и так далее, и тому подобное. Все прекрасно в городе Сочи, не только темные ночи. Тем не менее, вот такой жестокий арест. И с нами на связи гость из Краснодарского края, Александр Савельев. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы услышали все эти подвиги сочинского мэра в хорошем смысле, когда он занял третью строчку в национальном рейтинге. Один из лучших мэров страны. Как вы считаете, почему была проявлена такая жестокость? Человек пять лет прекрасно управлял городом, отправился на войну защищать свою родину на чужой территории. Его оттуда вынимают, сажают и плюс еще и супругу прихватили. Как вы объясняете эту историю? Ну, впервые я имя Алексея Капайгородского услышал где-то году в 2015-2016. Я тогда работал в экологической вахте по Северному Кавказу, общественной организации. И мы тогда обнаружили, что некий ресторан на берегу реки в Краснодаре захватил береговую линию. Мы начали выяснять, и выяснилось, что это ресторан тещи Алексея Капайгородского. И он, по-моему, тогда уже то ли был, то ли становился крупным чиновником в регионе. Он был вице-губернатором Краснодарского края и возглавлял блок внутренней политики. И у меня никаких сомнений и иллюзий по поводу всех этих его статусов и мест в рейтинге мэров у меня никогда не было. Мы давно знаем о том, как он ведет свои дела, потому что биографию я его тоже изучал. Он учился в военном училище имени Штыменко. В Краснодаре это заведение называют просто шифровалкой, и всегда, как правило, выпускников этого заведения связывают с спецслужбами, с ФСБ. И мы знаем о том, что он, по-моему, около 9 лет служил в армии. Так в его официальной биографии написано. Где служил, кем служил, мы не знаем. Возможно, это действительно тоже было связано со спецслужбами. Ну и, в общем-то, это уже не первое. Что меня действительно в этом удивило, это то, что я не знал, что Янина Капайгородская сменила фамилию, и это действительно его жена. Потому что я в прошлом году делал расследование про другую его жену, которую звали как раз Анастасия Гредина. И вот про нее я знал больше. Это ее мать, получается, захватила в том числе береговую линию в Краснодаре. Но самое интересное, что у Анастасии было огромное количество недвижимости, включая квартиру в элитном жилом комплексе «Талисман» на курортном проспекте Сочи. Это одно из самых таких престижных мест, где можно владеть недвижимостью. Например, в том же жилом комплексе владеет квартира и бабушка Алины Кабаевой. И, по всей видимости, семья Кабаевых пользуется этой недвижимостью. В общем и целом, недвижимость Анастасии я предпочитал, и по моим оценкам она стоит где-то 300-350 миллионов рублей. Недвижимость всей семьи Гредина, ее семьи, она была оценена нами в 1 миллиард рублей. По самым скромным, на самом деле, оценкам, эта империя всегда множилась и увеличивалась. И были документы, которые подтверждали, что в прошлом году еще Алексей Капайгородский был женат на Анастасии. Но, когда я это выпускал, ходили слухи о том, что Алексей Капайгородский якобы ушел от своей жены к некой гадалке, которая проводит ритуалы на кладбищах. В общем-то, я на это посмотрел, и я подумал, что это звучит как глупость. Я даже перепроверять не стал, мы его с коллегами обсудили. Часто такое бывает, когда какой-то крупный чиновник имеет кучу врагов. Тем более, это Сочи, да, это очень крупный город, очень известный, с переплетением кучи интересов. Там и криминал, там и какие-то серьезные большие какие-то политики, там и мелкие интересы, и даже международные, возможно, да, какие-то истории могут всплывать. И поэтому, ну, как бы мало ли кто его заказывает, и история звучит, ну, очень неоригинально. Как бы какая-то гадалка, какая-то гадалка из Сочи, вообще изначально из Сабарок. Подождите, я поняла. Нет, подождите, Александр, все это очень интересно. Почему? Потому что я сегодня говорила с человеком из Сочи, тоже из Сочи, и он тоже был удивлен образовавшейся Яниной Капайгородской. Он тоже говорил, что так она же Анастасия. Давайте, то есть это два разных человека все-таки. Это не переименованная Анастасия Янина для начала? Нет, это два разных человека. Теперь, что касается гадалки, бог с ней, является ли Янина гадалкой или нет, мы не знаем. Но человек из Сочи, которому я очень доверяю, это надежный источник, сказал, что в городе ходили слухи. Это уже не очень надежный источник слухи. Что именно благодаря этой своей жене, теперь мы уже понимаем, что Анастасия, он получил свое место, что главное-то в этом клане. Анастасия со всеми своими бизнесами и так далее. Да, это правда. Во всяком случае, это выглядело еще давно так. Потому что у самого Капайгородского, его семьи, не наблюдалось каких-то больших денег. А вот, допустим, Гредины, все те же самые Гредины, владели огромным капиталом. Это в самом центре Краснодара огромные торговые площади. Это под Краснодаром некоторая недвижимость в станице Ельзаветинской. Огромное количество. Поэтому я и говорю, мы насчитали недвижимости на 1 миллиард. И вот эта самая Янина, она была некоторой неожиданностью, потому что ходило вот это письмо о том, что теперь она его жена. И как бы мы не стали это перепроверять. А сейчас, когда я увидел это уже, когда коллеги начали писать об этом в новостях, да, что это официально его жена, и она официально сменила фамилию. Я проверил по торговому реестру, я увидел, что у нее несколько компаний, одна из которых названа Алекс, судя по всему, в честь мужа. И у нее есть куча бизнеса, и как бы у меня не возникло уже сомнений, что это действительно так. Просто я не понимаю, когда это произошло. Когда это произошло? Это чудесная история. Сможем ли мы предполагать, что приготовиться теперь нужно Анастасии с учетом их общего прошлого и общих богатств? Теперь уже общих, потому что он на них имел право как муж? Наверное, мы можем отчасти такое предполагать, но мне кажется, что вся эта история с арестом, с обысками, арестами счетов и так далее и тому подобное, это может быть связано в том числе, что Алексей Капайгородский ушел из той семьи, которая его взрастила. Мне кажется, что его проблемы могут идти отсюда. Это очень похоже на историю нашего славного министра обороны Сердюкова, который ушел из семьи Зубкова к этой самой Васильевой и в итоге огреб уголовное дело. Это же в один в один получается? Да, это очень похоже, но если помните, Сердюкову ничего в итоге не было. Его отпустили, наградили, дали какую-никакую должность, и все у него закончилось хорошо. Она немножко посидела все-таки, посидела, и эту женщину наказали, не нужно уводить Сердюковых из семьи, она-то посидела. Чем закончится? А может быть, Анастасия все это и организовала из мести. Слушайте, мы тут вообще-то такой детектив с вами развели, или фактически сериал. То есть в итоге мы приходим к тому, что, скорее всего, заказ, что пять лет все это продолжалось, никто не замечал, и вдруг из-за каких-то действительно двух участков, три миллиона рублей, уголовное дело посадили, забрали из зоны военных действий заказ. Да, я уверен, что да. Я пока не могу с уверенностью сказать, от кого он исходит. То есть это могла быть его бывшая теща, это могло быть коллективное решение семьи, это могла быть бывшая жена. Может быть, конечно, мы чего-то еще и не знаем, разные слухи по Сочи ходили. Но я уверен, что это был заказ, и я связываю его с семьей, как мне кажется. Потому что, ну согласитесь, это смешно. Он был женат на Анастасию, у которой недвижимость на курортном проспекте в Сочи стоит примерно 100 миллионов рублей. И тут человека судят за то, что он якобы совершил крупную растрату в размере 3 или 3,5 миллионов рублей, которые ему предлагают. Мы видим, что в квартирах его нынешней жены в коробках из-под обуви вытаскивают огромные суммы денег, а на ее счете в банке арестовали 100 миллионов рублей. Но при этом сумма-то не меняется, ему предъявляют до сих пор все еще 3,5 миллиона рублей. Но это странно выглядит. Спасибо, Александр. Это очень интересно. И так у нас еще и личные мотивы вклиниваются в эти истории. Но вот одна линия, которую стоило бы, есть одна линия, которую стоило бы обсудить с нашими гостями отдельно, но эту линию представит Артур Давлетшин. Здравствуйте, Артур. Я хочу напомнить вам, вам не нужно напоминать, вы все помните, но нашей аудитории, что в наших повестках уже фигурировали мэры, руководители регионов, которые отправлялись на специальную военную операцию и возвращались оттуда с переменным успехом. Одни в тюрьму, что успехом назвать нельзя, другие на повышение, как Краснодарский, например, мэр, который пошел, повоевал, а потом в Тамбовскую область его, как я помню, отправили. Вы эти случаи не могли бы напомнить нашим зрителям? Ну, давайте пойдем в календарном порядке. Первый такой случай, когда большой региональный политик ушел на СВО, это был Олег Лавричев из Нижегородской думы. Он ее возглавлял, был председателем, а также по совместительству работал на Арзамасский приборостроительный завод, который располагается в регионе. Однако его судьба сыграла с ним злую шутку, и его поймали на растрате 22 миллионов рублей. Потом его обвинили еще и в отмывании этих денег или еще каких-то сумм, а потом заключили под стражу. После этого его заставили отречься от его должности. Это произошло 15 мая. Он виртуально участвовал в заседании своей родной думы и буквально отрекся от своего места председателя. Затем в октябре его история получила дальнейшее развитие. Его обвинили в еще одном деле по отмыванию денег с помощью своего родного Арзамасского приборостроительного завода и еще одной аффилированной с лавричевым компанией. Он на покупке недвижимости смог заработать около 12 миллионов рублей. Еще один видный чиновник, который пострадал от СВО, Василий Старков. Он занимал пост министра транспорта Свердловской области и брал взятки. В 2023 году он взял у местной компании «Милстрой» 4 миллиона за то, что она получит возможность обслуживать дороги во всей области. Также он работал не один, а со своим подчиненным Вячеславом Даниловым, который брал основные суммы взяток от местных компаний. Всего за 2022-2023 год Данилов взял взяток общей суммой примерно на 12 миллионов рублей. Но есть и один очень показательный и положительный пример. Это Евгений Первышев, который был мэром Краснодара. Он ушел на СВО, а недавно, как только случился небезызвестный губернатор АПАД, поднялся до уровня губернатора Тамбовской области, сменив на этом посту другого человека. Правда, ему, конечно, пришлось отказаться еще и от поста депутата в Государственной Думе, что произошло несколько дней назад. Но, думаю, он все равно оказался в плюсе. Спасибо, Артур, за эту справку. И я вот для наших гостей все-таки еще раз им напомню про одного персонажа из нашего сюжета. Это мэр Новоуренгоя Андрей Воронов, которого суд отправил под арест. 30 августа был суд по продлению этого ареста. И он заявил, я его процитирую, он заявил, что я владею многими видами оружия, рукопашным боем, и у меня отличное здоровье. Он заверил суд, что его просьба, обратите внимание, не является желанием уйти от ответственности по уголовному делу. Он пояснил, что у него с самого начала специальной военной операции было желание попасть туда. Но из-за рабочей деятельности это ему реализовать не удалось. Мешало ему ее мэрство. И вот я, Андрей, снова хочу обратиться к вам. Вот что же у них за страсть такая к специальной военной операции у этих мэров, которые, ведь они же уже видят, что это их ни от чего не страхует, и все равно хотят проявить свои способности. По поводу уходов на специальную военную операцию, так называемую, я думаю, что здесь скорее история в том, чтобы попытаться очевидно загладить свою вину. Я не уверен, что эти люди, конечно, чувствуют вину какую-то за собой, однако они, очевидно, пытаются как-то сгладить следствие, потому что мы знаем, что все вот эти принятые законы за последние военные года, они позволяют подсудимым избегать ответственности при уходе на... Ну, фактически, да, как бы приостанавливать следствие. И когда я общался с региональными следователями, которые ведут некоторые там крупные дела, они говорят, что они тоже этим не очень довольны, к слову. Но вот конкретно в мэрской истории, да, это, конечно же, ничего не защищает вот этого вот мэра-взяточника, который ушел на СФО от последствий уголовных, потому что мэр, сама должность мэра, она предполагает, что человек рано или поздно попадется и сядет, потому что это человек, который, да, как бы, он отвечает за все, но при этом всем не имеет никаких реальных рычагов и никаких реальных там возможностей распределять ресурсы и так далее. То есть, ну, у нас же власть в муниципалитетах убита фактически, да, в путинской России, поэтому вот. Так что СФО – это последняя надежда для мэров в этом смысле, мне кажется. И не очень понятно, как бы сработает она или нет. Вот предыдущие спикеры, да, они приводили, мне кажется, вполне релевантные кейсы в этом смысле, что не всегда работает. Вот. Поэтому, да, наверное, все. Наверное, да, не всегда работает. Спасибо, Андрей. И еще раз вопрос Александру. Александр, я бы хотела, чтобы вы представили себе, что вы Владимир Путин, вы ведете специальную военную операцию. Не стоило бы запретить арестовывать мэров, которые так рвутся помочь своей родине. Ну, это странно, согласитесь. Приходят там разного рода пригожины, но теперь уже не пригожины к заключенным. Говорят, что мы вам все простим, только возьмите в руки оружие. Эти берут оружие добровольно мэры, а их, соответственно, забирают прямо оттуда и за решетку. Какой пример подает другим, которые могли бы пойти, но теперь не пойдут, потому что это им не поможет? Это хороший вопрос. Но мне кажется, у Владимира Путина нет возможности сделать какой-то такой запрет, хотя бы потому, что он прекрасно понимает, что он не один. И как бы он может про это быть даже не в курсе, потому что крупные деньги на уровне регионов могут творить чудеса, когда речь идет о преследовании кого-либо. Конечно, Сочи, например, это как любой другой случай на самом деле. Это очень сложное и интересное хитросплетение, как эти уголовные дела появляются. Но запретить возбуждать уголовные дела за деньги Владимир Путин, мне кажется, уже не может, потому что на этом строится система. Запретить их в какой-то части возбуждать, мне кажется, тоже очень сложно. Поэтому тут складывается вот такая примерно ситуация, когда уголовные дела появляются, и проблемы решать приходится уже в ручном режиме. Каждый конкретный случай, мне кажется, особенный и проще контролировать, когда эти уголовные дела уже возбуждены, и каким-то образом решать всю эту проблему, когда она уже случилась, чем запретить все, потому что это тоже вызовет недовольство элит. Они привыкли к этому инструменту, люди с большими деньгами. И поэтому, мне кажется, запретить сразу и тотально это невозможно, а вот решать уже, когда это все произошло, гораздо проще и эффективнее, с его точки зрения. То есть это тот случай, когда даже Путин бессилен, редкий случай, когда он бессилен, он не может запретить открывать уголовные дела, даже тогда, когда нецелесообразно по государственным соображениям это делать. Ну, конечно, он же тоже балансирует постоянно, и у него куча людей, которые ему не то чтобы дороги и интересны, а скорее они ему выгодны и необходимы. И их тоже злить и как-то выводить из себя для того, чтобы его система продолжала существовать, чтобы он поддерживал, продолжал этот баланс. Они ему, ну, как бы, необходимо, нужны. Вот, поэтому, да, что он тут может сделать? Он может только продолжать наблюдать, что происходит, и каким-то образом решать проблемы, когда они уже создаются. Спасибо. Спасибо, Александр. И это, вот видите, фактический совет от Александра Савельева для всех оставшихся еще на свободе мэров вас специальная военная операция не спасет, потому что тут даже бессилен Путин. Эти уголовные дела открываются другими, совершенно по другим механизмам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин